Начинают заливку стен подвала, а к 20 июля полностью будет готов первый этаж здания. В Снежном продолжают строить школу на 50 учащихся и детский сад на 30 мест. Рабочие укладываются в график, несмотря на сложности, которые возникли у подрядчика после введения ограничительных мер. Сейчас на объекте трудятся 25 человек, хотя планировали привлечь 40. Тем не менее, в скором времени приедут еще 15 человек, и здесь уверены, дело пойдет быстрее. Чувствуем, в связи с тем, что не укомплектовались полностью на 100%. Слава Богу, что с 1 июля уже проблем этих не будет. И с Белоруссией те люди, которые должны приехать, это еще в количестве 15 человек, они уже будут здесь в первых числах июля. По планам до 20 июля полностью мы закроем полностью корпус стены подвала. Строители приступили к наружным работам. Проводят сети, водоснабжение, канализацию. По графику в первых числах сентября начнут устанавливать оконные блоки и двери. Как говорят эксперты, работать быстро помогает мобильный бетонный завод, который установили прямо на строительной площадке. Его производительность 40 кубометров в час, тогда как всего для объекта необходимо около 3000. Он как раз рассчитан именно для строительства на удаленных территориях, потому что его можно в любое место привезти, в любом месте развернуть. Разворачивается он в течение, скажем так, суток. И все, и мы готовы к работе. Каждое утро строители проходят медицинский контроль. Работы ведут на протяжении всего дня. Объект реализуют в рамках национального проекта образования. Помимо учебного блока в здании предусмотрен пищеблок, медицинский кабинет, рекреации и спортивный комплекс. Сдать школу и детский сад планируют в сентябре 2021 года.